Привет, друг! Меня зовут Саня Шульц. В этом видео я хочу рассказать тебе про те инструменты в каскадёр, которые невероятно сильно помогут при создании анимации. И ещё я хочу показать один просто бомбезный приём, который поможет легко загрузить своего персонажа в каскадёр, и тебе даже не придётся его ригать. Каким таким образом, смотри дальше. Итак, анимировать будем прыжок Веры. Все ведь играли в Assassin's Creed. Ты наверняка помнишь свой первый прыжок и как он захватывал дух. Так вот, воссоздать его не составит никакого труда. Полчаса твоего времени от начала до конца, и получается вот такой прыжок. А перед тем, как продолжить, я хочу рассказать тебе про курс «Трекинг на максималках». Это первый и очень подробный курс по трекингу с личной поддержкой, практическими заданиями и созвоном с преподавателем. Всё от основ пространства до того, как внедрять графику в твои видео качественно. С личным куратором ты детально изучишь одну из лучших программ – PF Track. Узнаешь про трекинг в After Effects и Cinema 4D, а также получишь ответы на вопросы по своим собственным проектам. К тому же, курс постоянно пополняется новыми материалами. У меня есть для тебя подарок. В описании я оставил промокод на скидку 15% как на пакет «Стандарт», так и на пакет «Плюс». Когда начнёшь заниматься, передавай куратору от меня привет. Начнём с переноса персонажа. Что мы будем делать? В каскадёре есть такая фишка, что любой мэш, то есть любую модель, можно прицепить к скелету внутри программы, если кости скелета совпадают. Таким образом можно менять мэши без дополнительного рига. Для начала открой модель «Стандарт модул» из папки «Сэмплс». Сохрани её куда-нибудь и теперь экспортируй её через файл «Экспорт fbx» «Экспорт сцен». Либо просто нажми «Shift» плюс «F8». Открой любую программу, где есть возможность работы со скелетом. В моём случае это «Майя». Импортируй модель из каскадёра и удали всё, кроме папки «Арматур». Нам не нужно ничего, кроме скелета. Далее импортируй модель «Ассасина». Если не знаешь, где её достать, то архив со всеми использованными моделями будет в нашем телеграм-канале. Как видишь в списке слева, он не является единой сеткой, так что удали клинок, выдели рамкой все части и нажатием «Shift» плюс правой кнопкой мыши вызови список, где выбери пункт «Комбайн». Теперь нужно подогнать скелет под модель. Для начала отмасштабируй её, зажми «D» и «V», и затем перенеси «Pivot» точку со стрелками на ступню, щёлкав на неё средней кнопкой мыши, и масштабирование будет происходить относительно этой точки. Нажми «R» и увеличь модель до размеров скелета. Выделяя основание костей, необходимо повернуть их таким образом, чтобы они были внутри конечностей. Кликай на круги между костями и поворачивай их. Инструмент вращения, к слову, включается кнопкой «E». Остаётся прискинить мэш, то есть прицепить модель к скелету. В левом верхнем углу выбери пункт «Rigging». В списке сверху найди пункт «Skin». Раскрой его и нажми на квадрат справа от надписи «Bint Skin». Здесь выставь такие же настройки, как и у меня. Bint Method – Geodesic Voxel, Skinning Mod – Dual Quaterneon, и Resolution поставь самое высокое – 1024. Для себя ведь делаешь. Почему такие настройки? Ну, всё подобрано методом научного тыка. Когда всё готово, нужно экспортировать модель. Но если ты, как и я, работал в Maya, то у тебя наверняка есть привычка очищать историю и делать фриз-трансформ. Так вот, не делай этого. Это всё сломает и модель не импортируется в каскадёре. В списке слева выбери только модель, и через файл «Export Selection» экспортируй её в формате FBX. Вернёмся в каскадёр. Здесь нужно выполнить несколько простых шагов. Первое. В списке слева выбери пункт «Mesh Mod». Выдели все части модели рамкой и в пункте меню «Basic» поставь пункт «Invisible». Второе. Перейди в «Joint Mod». Выдели все кости рамкой, а затем нажми «File Import FBX» и выбери пункт «Add Model to Selected». Именно этот пункт, а не просто «Add Model». А дальше происходит магия. Модель встаёт на место, принимая нужную позу. Тебе не нужно ничего ригать. Как видишь, всё уже работает. Единственное что – ноги проходят сквозь плащ. Чтобы такого не происходило, ткань нужно симулировать отдельно, а это пока не наша история. Теперь добавим всё необходимое. Создадим отдельный слой для объектов и загрузим туда телегу. Она также есть в архиве. Точное место, куда её поставить, выберем позже. В пункте «Objects» выбери «Add Cube». Передвинь и отмасштабируй его так, как считаешь нужным. Точно так же создадим доску, с которой будем прыгать. Перейди в Point Controller Mode, выдели все точки и перенеси персонажа наверх. Приступим к анимации. Здесь не будет много ключей, так что много времени на неё не уйдёт. Окей, смотри. Для первого ключа делаем следующее. Выпрямим левую ногу, поворачивая контрол на тазе. Немного корректируем высоту и фиксируем ступню нажатием кнопки R. Теперь выделяем остальные точки и двигаем их так, как необходимо. Смотри, здесь я поменял IK на FK, чтобы проще было поставить ногу в нужное место. Пользуйся этим, когда необходимо. Чтобы направить колено, выдели вот эту направляющую и перемести её туда, куда должно смотреть колено. Чтобы согнуть спину, нажми 1. Выделятся все точки выше пояса. Нажми на E, это инструмент вращения, и немного поверни их. Теперь двойным щелчком выдели следующую на спине точку и повтори то же самое. Для нового ключевого кадра щёлкни на временной линии, например, через 10 кадров, и нажми F. Для подъёма на носке оставь зафиксированными только эти три точки и подними контрол в основании ступни. Временно скроем руки и сосредоточимся на других частях. Перейди в Joint Mode, выдели кости руки двойным щелчком и нажми V. Дальше мы делаем все знакомые действия. Ставим новый ключевой кадр, перемещаем персонажа и двигаем его в нужную позу. Теперь об инструментах, которые сильно улучшат результат. Для начала выбери все промежутки между ключами на временной линии и выбери, например, кривую без Е для интерполяции. Теперь создадим баллистическую траекторию. Она покажет правильную траекторию, по которой должен двигаться объект. Рамкой нужно выбрать промежуток, где начало – это первый кадр, в котором персонаж не касается земли, и конец – это кадр, где происходит контакт. В нашем же случае падение в телегу с сеном. Теперь нажми вот на эту кнопку и появится траектория. Именно по ней персонаж и будет падать вниз. Её можно легко изменить обычным инструментом перемещения. Внизу над временной линией появилась чёрная полоска. Это время, за которое персонаж совершит весь путь по траектории. Изменив дугу, линия также станет длиннее или короче. В нашем случае длиннее. Не снимая выделения, нажми Ctrl плюс Т, чтобы растянуть ключи на такую длину, какую указывает траектория. Теперь можно пододвинуть и телегу. Расположи её так, чтобы персонаж упал именно в неё. Для привязки персонажа к траектории нужно нажать вот на эту кнопку. Вернёмся к рукам. Чтобы их показать, нажми Alt плюс V. Дальше просто двигай их в такое положение, какое нужно. Чтобы перенести положение рук в другой ключ, выдели нужные контроллы, нажми Ctrl плюс С, а затем в нужном кадре нажми Ctrl плюс V. Последний штрих – это баллистические призраки. Они укажут, где персонаж отклоняется от физически корректного положения. Чтобы их включить, выдели баллистическую кривую, нажми на кнопку Balicy Ghosts, и они появятся. Но, так как сейчас идёт бета-тест, у меня возникла проблема. При нажатии на эту кнопку призраки не появлялись, а программа начинала сильно тормозить. Это достаточно неприятная вещь, но она легко исправляется. В списке справа выдели Mesh, и через Shift выдели Center Mass. Это синий указатель внутри персонажа. И в меню Objects выбери вот этот пункт. Теперь видны баллистические призраки. Красные силуэты означают то, что положение физически некорректно. Выдели баллистическую кривую, а на таймлайне выбери те кадры, относительно которых будут производиться расчёты. Отметь их нажатием вот этой кнопки, а затем нажми Snap to Ballistic Ghosts. На этом всё. Получаем вот такой прыжок. Спасибо, что посмотрел это видео. Обязательно пиши в комментариях, что хотел бы увидеть дальше. Заходи к нам в телеграм-канал, смотри новости недели, и до встречи.